Спасибо. Я хочу отметить несколько моментов. У меня много работ в соавторстве. Мне легче, если есть человек, заинтересованный в вопросе. Поэтому приятно говорить с инженером, который заинтересован в решении задачи. Ну тогда ее можно и решать. Я совершенно не боюсь, если собеседник слаб в математике. Говорит. Он может принести неверное решение. После беседы получим верное решение и напишем совместную работу. Потому что хорошо поставить задачу – это тоже часть решения. И вот лучшим из собеседников был все-таки Леонид Витальевич Кондорович. С ним поговоришь часом, и тебе на год ясно, что делать. Вот такой задел дает беседа с ним. Понятно? И второе. Я очень любил прикладные задачи. И я хочу рассказать о двух задачах. Первая задача была такая. В 1920 году, в 1200 году, приехал из Германии какой-то ученый-немец, который сделал доклад нефтяникам о том, как с помощью хорошо спущенных компасов вращения, спуская их в шахту, в просверленную трубу. можно узнать, какая пространственная форма сейчас у этой кривой. Потому что примитивные методы первых нефтяников были таковы, что муровая труба выходила потом в километре от начала торчала из земли. Чтобы такого не произошло. Понятно? И вот приходит человек и говорит, это вещь актуальна и сегодня. И у нас есть стенограмма его доклада. Только стенографистка не писала формулы. И мы с Юрой Волковым сели и восстановили все формулы его доклада. Это было интересно. Вторая история такая. А какую часть формулы составляли? Как работает насос? Или от атмосферного давления? Или от центробежной силы? А если это делается в невесомости, да еще ниоткуда нельзя. Нужен насос другого типа. Понятно? И некий шведский инженер придумал простую вещь. Берутся два винта с очень крупным шагом. На одном там три витка всего, на другом четыре. они крутятся навстречу друг другу. Внешне это версия. И лежат они в таком чехле, а сбоку подходит, что они берут порцию газа, проталкивают вдоль и выдают уже сжатым под напором. Понятно. ну покупать он это запатентовал и уехал в Соединенные Штаты этим торговать. Россия покупать не любит, гораздо легче было выкрать фотографию патента. На ней был поперечный разрез этих цилиндров. Понятно. И пришел с этим снимком к нам в институт инженеров. Фамилия его была Андреев из Коттол-Турбинного института, который отвечал за реализацию этого. И попросил найти форму этих кривых и найти форму той фрезы, с помощью которой эти винты можно изготовить. И тут эту задачу в этот момент еще решетняк у нас работал. Мы решали вдвоем с решетником. Это было очень интересно. Мы написали вот такое толстое сочинение. длинное, которым не только был ответ на все эти вопросы, но были еще там маленькие улучшения во встыках, чтобы борьба с напряжением. Он был очень образован на этот человек. И он развивал все вопросы об этих смазки, зазоров, там, чего угодно. И надо было, когда уже был способ рассчитать эту фрезу, дать быстро сходящийся метод. метод был изготовлен очень просто. Убирали из уравнения один член, что мало внимает. Один раз решали, потом вставляли этот член обратно, снова решали. Понятно? И вот этот режимер не только это сделал всей нашей по этим формулам, но он и принес нам фотографию работающего насоса в металле. Насос был вот такого размера. Валы. И вот существовал в вычислительном центре Лами такой Леонардо Ганесян. Вы знаете его. Приходит вдруг ко мне Леонардо Ганесян и говорит Виктор к нам приносили чрезвычайно культурно написанное как надо рассчитывать винтовые насосы. И мы много раз этим заказчиком выполняли. И подает мне мою руку кусту. Которую я выдал. Но с тех пор насосы надо было делать очень маленькие. Фреза слишком сильно нажимает. Понятно? Не нельзя ли это переделать на то, чтобы обрабатывающая фреза сама была винтовой? фреза я ему сделал это. Это оказалось даже проще и напечатали в каком-то журнале детали машины или что-то академическое. насосы а потом я узнал что уже маленький насос изготовленный с большой точностью в черноголовке участвует в каждом запуске ракеты носителя. подавая кислород точно нужен и работает этот носок всего 10 минут. Мне сказали что он настолько дорог и точен для изготовления что стоит 100 тысяч рублей. Но все-таки думать что по методу который ты разрабатывал носочек летает на самом деле при каждом запуске приятно. приятно. Вот и все. Еще последнее. Здесь присутствует Липовецкий который участвовал в работах по расходу. И по-моему вы даже со стеклом были сложены. Нет с металлом. А? С металлом. С металлом. С металлом. Ну к сожалению да я могу рассказать как делается автомобильное стекло. Берется ванна шириной метров шесть допустим и налитое расплавленным оловом. И на нее выливается стекло. Стекло получает гладкую форму с одной стороны а сверху плазменные горелки. выходит в результате такое хорошее стекло что в Израиле не только в автомобилях. по-моему все витрины весьма приличные оконное стекло приличное. Но во Франции во Франции сейчас мне рассказали все автоматизировано настолько что датчики специальные находят узелки стекла компьютер выбирает такой раскрой на нужные стекла что в отходы попали эти точки а затем компьютер же управляет снятием этих стекол с полу так ухладкой по размерам и ящиком который будет передан потребителям. мы очень в этом деле то есть сквозной автоматизация я очень далек от компьютера все что я делал по раскрою на заводах я делал с карандашом на бумагу ничего не и еще в России есть традиция не соблюдать технологии так вы можете дать карту раскроя а он возьмет весь лист разрежет на детали которым можно было бы сделать только из отходов из-за того что так он за смену заработает на 1 рубль больше а я прикидывал что почему был выбранный Горовский завод не военная продукция никакой секретности да там работают квалифицированные инженеры не имеющие допуска на военные заводы там культурная публика но завод Геворова зажат между скороходом и электросилой вагоны которые сделают их негде высушить а вагон надо покрасить в четыре слоя и высушить после каждого как вы думаете как выходили из положения красили в три слоя а кто проверит тогда выяснилось что остаются бидонами огромными алифа куда ее деть стали просить рабочих уносить но если это делается день за днем год за годом то рабочие не могут всего увидеть что сделали вылили в канализацию там санэпидстанция поймала в канализации масло машинное понятно аресты суд понятно это вагоны и голубые были великолепными по своему времени они получили какую-то медаль парижскую и вот дали сталинскую премию создателям всей серии вагонов надо учесть что Горовский завод был экспериментальный они передавали все свои разработки и огромные другие заводы делали все это во много раз в больших количествах и мят и дали всем кроме главного конструктора Шандаровича это была такая минута что еврею давать сталинскую премию было нельзя и тогда на следующий день главный технолог пришел без медали его спросили почему а он ответил мне стыдно ее носить если ее не дали шандаровичу за это его хотели испартиз начать это Россия живая Россия тех лет которую те кто постарше видели хорошо и последнее надо было чтобы раскрои не принес убытка рабочим поэтому мы одновременно планированием более сложных раскроет заменили стол я хочу объяснить лист металла который они краят весит 70 кг лис надо взять положить на стол отрезать за дно снять положить на тумбочку хоть не с полу поднимать мы сделали такой стол что он может все три ряда разрезать не снимая а только поворачить и клятвенно обещал рабочим рациональных предложений я вносить не буду и смены нормы выработки у вас не будут и все было мирно они охотно на это соглашение еще начинал немножко больше вот и все что я хотел сказать Спасибо.